Привет, друзья, с вами Вайми, и я продолжаю проходить Айзека. Я всё-таки хочу узнать, что там будет после... после Сатаны, так что мне нужен кто-нибудь имбовый типа Айзека. Поехали. Ну, возможно, всё-таки ничего не получится. Но хотя бы Айзек достаточно имбовый, чтобы что-то могло получиться. С достаточно большой вероятностью. На Харде, потому что... потому что на Харде. Почему нет? Айзек достаточно имбовый, чтобы что-то могло получиться на Харде. Эм... нет. Блин. Ну, скорее всего, я не получу ещё один реролл за этот уровень. Это возможно, но это очень маловероятно. Ау. Чай. Урон на первом уровне роли не играет. Потому что я всё равно не могу получить сделку с Диаболом. Окей. По-моему, этот вариант этого врага на таких ранних уровнях считается чемпионом. По-моему. Бомба — это ключи. Ну, это мне на самом деле немножко мешает в данной ситуации. И эта комната тоже не очень хороша, потому что я не смогу получить то, что он дропнет. А он может дропнуть сердце, которое плюс один амакс ХП и полное восстановление. Ну, в данном случае он дропнул всего лишь мелкие сердца и монетку, так что... Не критично. Возможно, я всё-таки смогу перезарядить Д6. Если в следующей комнате есть враги, то на боссе он у меня зарядится. Ау. И в следующей комнате действительно есть враги. Окей, это хорошо. На боссе у меня будет заряжен Д6. Я смогу выбрать, что мне реролить. Боссы или... Или предмет. И у меня есть ещё один ключ. Да, превращение бомб в ключе мне определенно не помогало. Потому что я не могу найти секретку, хотя я знаю, где она. Упс, не туда зашёл. А в принципе я загляну сюда сначала, потому что сердце. И потому что костры. Денег у меня никаких нет, так что магазин мне абсолютно не интересен. И босс видал. Неприятно, но не так уж плохо. Есть более плохие босса. Окей. Ау. Окей, готово. Ну, мелкие пауки ещё остались, но это не страшно. И это спички, это 3 дропа бомб, плюс зло, плюс чёрное сердце, вроде бы так. Неплохо. Секретка должна быть здесь. И в ней будет ещё куча бомб, отлично. Магазин опять же не интересен. Секретных камней вроде бы нигде не было. Ещё раз рерол, гриб. Что этот гриб делает? А, минимаш, скорость плюс дальность. Не очень хорошо, но что поделать. Скорость не помешает, дальность пофиг как-то. Я бы предпочёл что-нибудь повышающее урона или что-то подобное. Ну, теперь у меня не заряженный Д6, так что... У меня есть 6 комнат, чтобы найти либо предмет, либо босса. И не тратить при этом реролы. Да. Ну, это было не идеально, но всё-таки. Зачем я сюда зашёл? Ну, хотя здесь предмет, так что... Я не зря сюда зашёл. Но вообще надо было посмотреть, что здесь большая комната, и не сходить в неё. Ну, хотя, с другой стороны, большие комнаты — это... Меньше комнат за большее количество пространства на карте. То есть, если мне нужно за как можно меньшее количество комнат найти предметы, и босса, то, наверное, большие комнаты — это как раз самое то. Не знаю. Так. Я не уверен, что происходит у меня с экраном. Я не уверен, видно ли это на видео. Но какие-то баги. А, я ещё не всех добил. Наверное, если оно сейчас не пройдёт. Нет, оно пройдёт. А эта фиговина... Хм... Пожалуй, нет. Я не помню, какая именно эта фиговина, но, по-моему, это та муха, которая появляется, когда я получаю урон. Что-то подобное, вроде бы. Не уверен точно. Как-то мне везёт на сундуке из секретных камней. Наверное, я открою его. Хотя это и последний мой ключ. И к боссу я пока что не пойду, потому что у меня не заряжен Д6, потому что... Да, это хорошо. Потому что Д6... Ну, на боссе я, скорее всего, заработаю сделку с дьяволом, и Д6 на ней пригодится. Чтобы переролить что-то, если там ничего хорошего нет. Окей. Хватит ли здесь вообще комнаты, чтобы зарядить Д6? Потому что большая вполне может быть. Нет, она, естественно, не последняя, и я ненавижу эту комнату. Я абсолютно ненавижу эту комнату. И это был взрывающийся чемпион. Да, мне надо было... Мне надо уже запомнить, какие чемпионы взрываются. Так, насколько... Так. Ага. Ну... Окей, я не хотел здесь оказаться. Я ненавижу эту убережь с его телепортами. Я из-за этого потрачу один заряд Д6. Потому что иначе он зарядился бы на боссе. А так он зарядится здесь. И тот заряд, который я получу на боссе, я потеряю. Я все еще ненавижу эту комнату. Худшая комната из того, что спавнится в первой половине игры. Определенно. У меня нет никаких синих сердец. Стоп, почему у меня половинка красного? Потому что у меня с прошлого уровня была половинка красного. Или я где-то потратил половину красного. Потому что вроде бы я не должен был. Но хрен его знает. Ну, скорее всего, я здесь потрачу еще какую-то жизнь. И не получу сделку с дьяволом из-за этого. Особенно учитывая мой базовый урон. Окей. Ну, хотя бы у меня очень большая дальность. И это помогает. Окей. Я мог бы использовать бомбы? Вау. Я не получил урона от этого. Это удивительно. Так. И этого почти хватило. Да. Нет, я все-таки получил сделку с дьяволом. И это Синтуэл дамаг плюс дальность. Это неплохо. И у дьявола контракт. Да. Контракт хорошая штука. Нет особого смысла вареролить. И я пойду потрачу свой рерол на предмет. И, возможно, получу что-то, что... Нет. Да, блин, я ненавижу дельпорт. Стоит ли его вообще подбирать? Еще один рерол я не накоплю за этот уровень. Потому что вот те две комнаты, это последние, которые остались на этом уровне. Ну, ладно, я подберу его для этого чата. Он дропает сердца каждые нескольких комнат. Красные сердца. Проблема в том, что я его подбираю, это тот факт, что... Разве тут такая комната была? Ладно, неважно. В общем, если я потом подберу какой-нибудь другой предмет, который тоже что-то дропает каждые нескольких комнат, то этот предмет будет дропать реже вещи. Из-за того, что у меня есть чат, который дропает сердца. А сердца это не такой уж полезный дроп. Так, это должен быть взрывающий чемпион. Нет? Нет. Я вообще не знаю. Окей. А, ну, контракт, да. Все дропы дропаются по две штуки сразу. С этим я ничего не могу сделать. Ну, то есть могу, но мне придется по шипам бегать. Я не хочу бегать по шипам. Окей. Два ключа, отлично. Контракт делает двойные дропы вот такие вот. Везде. То есть, когда что-то дропается после... После прохождения комнаты, то дропаются две вещи вместо одной. Две одинаковые вещи. А, черт. Это не то, что я думал. Когда я получаю урон, я буду спаунить пауков. Это не очень полезно, потому что я не хочу получать урон. Вроде как контракт еще дает больший шанс получить двойных боссов. То есть, когда два одинаковых босса в одной комнате. Вообще денег. И двойные боссы, это, конечно, не очень хорошо, но... Это не настолько большая проблема. Ау. Ну, сделку сделала, я здесь не получу. Но, с другой стороны, я ее и так, скорее всего, не получил, потому что я ее получил в прошлый раз. В магазин я пока что не хочу идти. Наверное. Хотя, с другой стороны, у меня почти хватает денег на то, чтобы пойти в магазин. И там может быть предмет, который можно реролить. И денег я могу получить здесь еще. Да, я заглянул в магазин. Поскольку у меня есть рерол. И мне некуда его одевать. Я не хочу это реролить. Я хочу это купить. Хамблинг Бандоу дает по... Не по два дропа, как контракт, а по два предмета. Когда я что-либо подбираю. То есть, будут дропаться всегда по две бомбы, по два ключа. И все тому подобное. Это еще и пауков мне создаст. По две монетки. Да, блин. Какого черта? Ну, ладно. У меня есть пара сердец на уровне, конечно. Но все равно это не круто. По одной монетке каждый раз дропать. Я мог бы, конечно, взорвать вот эту вот машину, чтобы получить немножко денег. Но я не хочу этого делать, потому что мне нужно набрать там 999 денег когда-нибудь. Если я ее буду взорвать, это немножко задержится. Что не идеально. В принципе, сундуки теперь очень крутыми должны быть. Но я все равно пока что не хочу их открывать, потому что у меня последний ключ. Если у меня будет еще один ключ, то я открою один из сундуков. Ну, тот, который можно открыть одним ключом, естественно. Блин, умри уже. Да. Контракт плюс Хамблин Вандал. Огромное количество всего. Окей, ключи есть. Жизнь есть. Не этот сундук, потому что тут два ключа уйдет. Вот на этот уйдет один ключ, одна бомба, и бомбу мне не жалко, и заодно я проверю... А, снизу секретку, наверное. Она может быть и снизу, и сверху. Вторая секретка. Это не то, что мне нужно. Рингворм. Пусть будет, конечно. Но это не очень хорошо. В принципе, даже я открою этот сундук тоже. Да, вот поэтому. Ключа теперь нет, конечно, но когда мне дропнется ключ, мне дропнется сразу два ключа, и... Все будет нормально. Джорджи Джуниор. По-моему, у меня что-то стало с нокбэком из-за... Червя этого. Ну или у меня и в принципе не было нокбэка. Почти не было нокбэка. Я ненавижу этого босса. Я ненавижу все, что чарджится. Этот босс практически только чарджится. Ключ... Что он дает? А, повышение удачи два ключа. Да. Ну, четыре ключа в моей ситуации, так что оно определенно того стоит. Это что, кто же дропает двойные деньги? Двойными, к сожалению, бывают только обычные монетки по одному центу. Так что, если оно дропает по пять или по десять, то они будут одиночные дропаться. Но в принципе... Это и так больше, чем обычные двойные. Я допройду этот уровень, потому что... Тут может еще что-нибудь интересное быть. Например, секретка. С кучей денег. Идеально было бы, конечно, найти что-нибудь, где я смогу потратить свой Д6. То есть предмет какой-нибудь. Идеально вообще было бы зайти в комнату с проклятием, найти там юзабельный предмет гаппи, подобрать его и переделать его в другой предмет гаппи. Ну, такого не случится. Окей. Ну, ладно. А пауков я зря этих подобрал. Но я не знал, что это за пауки. Я думал, что это пауки при убийстве противника, что было бы немножко более полезно. Хотя все равно не супер. Но при получении урона это совсем не то. Но, по-моему, зато я не подбирал еще этот предмет, который дает пауков при получении урона. Так, что для коллекции пригодится. Окей. Хочу ли я сюда заходить? Да. Не очень. Ну, что поделать. Ну, ключей много, так что я, по сути, ничего не потратил на то, чтобы открыть этот сундук. Точнее, я даже из него получил еще пару ключей. Ну, я потратил кучу времени на то, чтобы убивать здесь все. Окей, минус один, минус два, минус три. И последний. Ага, эти. Окей. Это не проблема. И никакой награды. Ну, поинк сердца, но это не то, что мне нужно. Я зайду в магазин, там было синее сердце, там было еще что-то. Хотя я не уверен, что мне нужно еще что-то. Да, мне определенно не нужно еще что-то, но я могу немножко денег сюда насыпать. Я оставлю себе пятнадцать, чтобы в следующий магазин зайти. И все. Даже издевать некуда. У меня довольно много синих сердец, так что я могу здесь потратить немножко жизни. Я надеялся получить с этого предмет. Но увы. А, еще раз. Почему нет? Ладно. Я хотя бы с этого получил кучу пауков и кучу денег. Четвертый уровень. Аркада сразу же. Я могу сразу же сюда заглянуть, но здесь просто обычный сундук, так что мне это абсолютно неинтересно. В аркаде тоже ничего хорошего, в принципе. Я пару раз сыграю, у меня удача повышена. Учитывая, что у меня хамблинг-бандал, я скорее всего буду... В плюсе. Когда-нибудь. Так. Как минимум за счет всех этих сердец, которые будут выпадать. Куча ключей. Окей, он убил себя. Дропнул ржавый ключ. Больше ключей и больше сундуков, вроде бы. Ладно, пока что все. О, у меня нет карты на этом уровне. Это нехорошо. Так же мне придется... Нет, мне не придется две бомбы тратить. Маленький камень, у меня его нет, во-первых. Во-вторых, это хороший предмет, который повышает урон. В оригинале он еще и понижал скорость, здесь вроде бы нет. Ласт. Ядовитое касание мне не очень нужно. Телепорт мне тоже не очень нужен. Ну, я знаю, куда мне возвращаться, если мне нужно будет что-нибудь зарролить. Ну, то есть я не знаю, куда мне возвращаться, потому что у меня нет карты, но я примерно знаю, куда мне возвращаться. Окей, это те, которые стреляют одиночными. Ну, очередями, но без разброса. Так все плохо. Так. Черт. Их слишком много в этой комнате. Окей. Я убил чемпиона, это главное. Я убил все остальное. И таблетка, это... Неизвестная таблетка. Окей. Ничего не делает. Я хочу это черное сердце, но я не могу его подобрать, потому что у меня нет полета. Ау. Стоп. Что? Почему я дропнул кучу денег, когда я получил урон? Или это не я дропнул кучу денег, когда я получил урон? Не понял, что произошло. Ну ладно. Неважно. Так. Это интересно. Это очень интересно. Я, пожалуй, куплю это. Теперь я куплю это за полцены. И я пока что не буду покупать батарейку, но потом я ее куплю. Потому что я хочу сначала зарядить D6, потратить его один раз и потом купить батарейку. Чтобы потратить его еще раз сразу же, если он мне понадобится сразу же, естественно. Окей. Красный дропведь сердца имеет больше жизни? Вроде бы да. А, черт. Предмет. Я не помню, что это. Далее. Окей. Довольно бессмысленно. Ну, то есть, да, это наносит урон врагам, которые за мной бегут, и это иногда полезно. Но урон вроде бы там очень маленький. Ау. Ну и в целом это довольно бесполезно. Я не помню, подбирал я этот предмет или нет. Ну, в любом случае, мне стоит запомнить его и больше не подбирать. Мастер бум. Юзабельная бомба. Не то. Совсем не то. Я не буду заходить в магазин пока что. Потому что, возможно, я найду босса и заряжу D6 к этому моменту. Ну, то есть, я не хочу сейчас сразу же тратить свою D6 на эту бомбу. Потому что, возможно, мне не хватит потом, чтобы... Не хватит комнат, чтобы зарядиться до босса. И босса реролить важнее. Точнее, не босса, а дьявол реролить важнее, чем... Чем бомбу. Хотя, с другой стороны, у меня нифига нет жизни, чтобы покупать что-то у дьявола. Окей, к самому боссу я пока что не пойду, потому что у меня не заряжен D6, естественно. Я могу купить батарейку и пойти к боссу, или я могу не купить батарейку, потому что комнаты все равно кончились. Точнее... Или я не могу не купить батарейку. Хотя, стоп, здесь еще может быть какой-нибудь выход где-нибудь. Да. Действительно. У него даже есть враги. До босса я не иду в комнату с проклятием. Потому что на это уйдет синее сердце. Которое, возможно, мне понадобится на боссе. После босса я, скорее всего, забуду сюда вернуться. Как насчет умереть? Ну, еще огромная куча денег, которые мне некуда девать. И таблетка бомбы от ключей ничего особенного мне не дает. Мне и того, и другого хватает. И тут батарейка, и комнаты кончились. В комнате с проклятием, конечно, могут быть враги, и она может зарядить меня еще на один заряд. Или... Битва с боссами. Пожалуй, да. Я пойду потрачу свою жизнь. В Аркадия. И загляну в комнату с битвой, где боссы. Это... По-моему, это повышение максимальной жизни. С полным восстановлением. Так что оно мне пригодится. Но после того, как я здесь со всеми разберусь. У меня есть, возможно, две батарейки. Да, одну из них придется бежать через щипы, так что это не идеально. Но еще в одном магазине. Я даже не знаю, по-моему, этот след, остающийся за мной, не очень помогает. Он слишком недолго остается, и он слишком... Ау, слабо дамажит. Да, блин. Почему он приземляется не туда, куда я думаю он будет приземляться? Еще и тень, его нифига не видно на таком... ...фоне. Темном. Окей. И две карты. Ммм, я могу подобрать батарейку. Не тратя на эту жизнь. В магазине не было сердца, правильно? Синева. Ммм, я могу подобрать это, не тратя на это... Ну, тратя на эту карту, но не тратя на это... ...ничего. Хотя там и нельзя тратить на это ничего. Да, в магазине не было. Сердца. Но я могу подобрать вот это вот сердце, которое в соседней комнате. Сойдет, на бойся пригодится. Окей. Йорди. Я ненавижу этого босса за то, что я спавнюсь внизу. Не хочу спавниться внизу, я хочу спавниться с той стороны, с которой я прихожу. А, это тот вариант, который только спавнит врагов? Это хорошо. Это легкий вариант. Ну, относительно. В принципе, у меня столько бомб, что я вполне могу их использовать. Окей. Теперь добить всю эту мелочь. И нет, сделайте с дьяволом. И два не очень хороших предмета. Хотя правый это... Как она называется? Повышение урона и еще чего-то? Я постоянно путаю эти шприцы. Ну ладно. Да, скорость плюс урон. Ну, мне есть что реролить? Да, мне есть что реролить. У меня есть три рерола, чтобы это что-то реролить. Мы достали эти грибы. Они мешают ходить. Эти не мешают ходить, окей. Не буду тратить свои бомбы на то, что не мешают ходить. Как же далеко нужно бегать за этими реролами? А, нет. Я уже получил оба хороших шприца. Хотя, возможно, я что-то путаю и, возможно, их больше, чем два хороших. Ну, в любом случае, я получил те два, которые я точно знаю, что хорошие. Зеленый — это, по-моему, скорость плюс еще что-то бессмысленное. Окей. Зуб. Стоп, это зуб монстра? Да, это активный предмет. Определенно не то, что мне нужно. Д6 — это лучший активный предмет. Ну, теперь еще полгода бегать по этому уровню. Я так и не подобрал... ...ту фигню, которая повышает жизнь. Надо сходить и подобрать. Если это та фигня, которая повышает жизнь, я их тоже немножко путаю. ...бомбы — это ключи. 10.50 мне что-нибудь даст? Нет. Печаль. Ладно, до 20 потрачу. Эта машина не хочет ломаться. Это меня, в принципе, радует, потому что... ...возможно, я смогу в нее много денег насыпать. Так, это нужно подобрать. Повышение жизни. Плюс полное восстановление жизни. Нет, не полное восстановление. Пять. Пять сердец. Ну, 4 плюс то, которое добавляется, она тоже сразу заполнена. И это... ...тройной выстрел. Вполне. Вполне неплохо. Я, конечно, очень медленно прохожу. Я на четвертом уровне, через 30 минут после начала. Но зато получается вполне неплохо пока что. Секретку искать на уровне без карты я совершенно не хочу. Так что я отсюда сваливаю. Нет. Там уберутся шипы, конечно, но... Я не хочу этого ждать. Вау. Я оттолкнул его на щп. Окей. Куча сердец. Почему я не могу ставить бомбы, когда они уже поставлены? Ничего. С них очень редко падают синие сердца. Одна бомба и один ключ, правильно? Бомба отсюда хватит. Ага. Ну, мне есть что реролить. Это уже хорошо. Тоже одна бомба и один ключ. У меня хватает бомбы ключей, так что я могу спокойно все открывать. У меня не нравится эта комната. Ну, с другой стороны, она не такая уж плохая. Ау. Но я все равно получил в ней урон. Естественно. Куда же без этого? Ну, здесь вообще делать нечего. Да, блин. Не навяжу этих врагов. Так. Еще раз. Да, секретки там не может быть. Тут, наверное, может быть. Нет. То есть ей ничто не мешает там быть, но ее там нет. Предмет. Писочные часы. Активный предмет замедляет время на короткое... Ну, замедляет врагов на короткое время. Окей. Мне совершенно не нравится эта комната. Я получил урон, так что сделки с дьяволом не будет. Увы. Слишком много разной ереси в этой комнате. Ну, я также зарядил д6. В принципе, нет разницы, что реролить. Так что я буду реролить то, что ближе. Деньги, сила. Чем больше у меня денег, тем больше у меня урона. По-моему, десятками стакается. То есть, каждые 10 монет дают мне прибавку к урону. По-моему. Не уверен на 100%. Но остается только сюда идти. Я не навяжу этих врагов. Пока что я не буду брать батарейку. Окей. Поскольку у меня куча бомб. Мне, правда, не очень нужно. Да. Определенно. Перезарядка предметов при получении урона. Компас показывает мне все комнаты. Важные. Ключевые. Таблетка ничего не делает. Ладно. О, нет. Надо было оставаться внизу. Ну ладно, зато я зарядил себе предмет. И мне есть что реролить. Святая вода бесполезна. Она летает за мной, как вот этот вот чад. И когда я получаю урон, она разбивается и оставляет лужу, которая дамажит. Которая очень недолго остается на земле. Очень маленькая и вообще бесполезна. Ладно. 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 В любом случае, я уже получал урон на этом уровне, так что сделка с дьявола у меня не светит. И это босс. Маленький уровень. Но я, возможно, могу зарядить себе до 6 без батареек. Возможно. Если здесь враги, да, здесь враги, то я могу зарядить себе до 6 без батареек. Мир. Вся карта с секретами. Только с одним секретом. Ну, не важно. Лучше, чем колесо фортуны, которое можно поставить один раз, поиграть и свалить. Я случайно поиграл. Я хотел просто поставить и свалить. В принципе, у меня один рерал заряжен, так что... Я могу идти к боссу? Вполне. Нет. Так же я сюда загляну сначала. Куплю себе сердце. И это бессмысленно. Окей. Я могу спокойно тратить все свои деньги там на этом уровне, на следующем уровне, потому что... О, черт, маска. К концу игры я накоплю себе достаточно денег, чтобы получать с них урон. Потому что мне просто дропаются деньги кучами со всего. Потому что Хамблинг Бандал плюс... Плюс... Как она называется? Контракт. Двойные дропы. Ау. Теперь точно не будет сделать и с дьяволом, но... Хрен с ней. Она мне не нужна. Почему эта маска такая быстрая? Я не знаю, я же маску. Ээээ... Нет. Это... Да, это в волшебной игре повышает все статы, восстанавливает жизнь полностью, сильно повышает урон. В общем, офигенная штука. И у меня есть еще два предмета, которые... Точнее, один предмет, который я могу ровить, правильно? Быстрее будет срезать через секретку. И заодно взорвать эту фиговину. Плюс эта комната еще есть. 99 бомб. Нет, спасибо. У меня и так хватает бомб. Мулиган. Когда я попадаю по врагам, это спавнит мух. Иногда. Не каждое попадание, но все-таки. По крайней мере, так оно в оригинале работало. Окей. Руки. Второй волной. Странно. Я не сильно против, конечно, но... Но немножко против. Возможно, мы линган поменяли, и я теперь спавню мух при получении урона. Не уверен. Это первый. О, я случайно применил мир. Ладно, я потрачу. Я не знаю. До 30, наверное. Хотя. Я оставлю себе... Да. Я хотел оставить себе 14, чтобы купить два предмета. Я с вами буду на следующем уровне. Там, скорее всего, жадность в магазине, так что это не так уж важно. Окей. Надо было подобрать какое-нибудь сердце по пути. Но пофиг. Это было довольно бессмысленно. Жадность не в магазине. Это радует. Ну, я не смогу добраться ни до чего, что даст мне предмет. О, я не смогу добраться ни до чего, что даст мне предмет за одну комнату. Хотя, возможно, мини-босс даст мне предмет. Так что стоит его проверить. Лень. Нет, он не даст мне предмет. Луна. Терепортирует меня в секретку. Хм. Рерол уровня. Это, конечно, хорошо, но я не думаю, что я хочу реролить уровень. С другой стороны, я могу пробомбиться сюда и посмотреть, что там. Потому что, возможно, я хочу реролить уровень. Скорость плюс скорость выстрелов я точно не хочу. Слив я тоже не очень хочу. Он превращает всех врагов на уровни в дерьмо. Не на уровни, а в комнате. Но не работает на боссов, естественно. И в целом это не так уж полезно. Ну, то есть, да, это, конечно, зачистка всей комнаты от обычных врагов. Но обычные враги это не такая уж большая проблема обычно. Окей. Упс. Магазин. Батарейка и сломанные часы. Да. Быстрее перезаряжается предмет, плюс она сразу перезаряжает предмет. Сломанные часы мне не очень нравятся. Да, они замедляют большую часть времени врагов, но... Все равно. Я, пожалуй, переролю их в двойные бомбы, которые мне ничего не дают. Потому что у меня и так двойные бомбы всегда. Контейнер для сердец. Это тоже не супер. Я могу подбирать в него... Это активный предмет. Я могу подбирать в него красные сердца и потом дропать их. Когда они мне нужны. Да, блин. Ау. Ау. Ну ладно. Окей, тут все. Все не лазерное, так что... Это не сложная комната. Окей. А, что? Я зареролил эту фигню в эту же самую фигню или она просто не сработала почему-то? Я не понимаю эту игру. Иногда. Черт. Если в середине ставить, то она все-таки... Все взрывает. Ну ладно, пофиг. Джаджмент, да! Черт, нет. Ну или все-таки да. Сердец у меня вроде бы хватает. Ладно. Муллиган, видимо, просто сильно понерфили в том плане, что он очень редко спавнит при попадании. Мух. Мух. Потому что он это все еще делает при попадании. Но очень редко. Обычный джаджмент это более интересно, чем демонический, который хочет от меня сердец. Хотя сердец, опять же, хватает на уровне. И это не считается получением урона, так что я все равно имею тот же шанс на делку с дьяволом, что у меня был до этого. Так что, наверное, да. Но сначала я хочу узнать, сколько у меня сердец на уровне. То есть пройти весь уровень, кроме Госса. Ковышение жизни... Наверное? Наверное. Мне и так хватает предметов для Роа. Черт. Я не хотел подбирать эту батарейку. Но, с другой стороны, она так дропнула, что я не мог бы ее не подобрать. Ладно. Повышение... Жизни и урона, вроде бы. Или просто жизни и скорости выстрелов, или еще чего-то. Не знаю. Не важно. Да, блин. Пауки не вовремя взрывают врагов. Пауки и мухи. Так же, Нокбэк не вовремя и не туда двигает врагов. Ну ладно. Еще один рерол. В любом случае, она недостаточно имбово. Это немножко более интересно Посмотрим Пока что я не буду подбирать, но посмотрим Если бы у меня был какой-нибудь источник жизни бесконечный То я могу бы реролить предметы сколько угодно Потому что я могу получать урон и этим зарабатывать дополнительные реролы Для этого мне нужно что-то, что позволит мне восстановить жизнь Тут, конечно, есть куча сердец на уровне Но это не совсем то, что я имею ввиду В принципе Я могу немножко позаряжать с файреролы здесь И это не считается уроном, опять же Клода карт Один раз использовать О, это не то, что я хотел использовать Темперанс А это тоже возможность тратить жизнь Ладно Дойду до босса сначала Потом посмотрим Ну, в принципе, до босса одна комната У, два черных сердца Это хорошо Прямо перед боссом это совсем хорошо Ладно Таблетка Муха Муха, это хорошо И еще разок отрировались кого-то карт В таблетке Бэттрип Да Это то, что мне нужно Потому что бэттрип это Установление полной жизни Когда у меня остается Половинка красного сердца Или одно красное сердце Я не помню Неважно Полный рерол всех статов Это нехорошо Или бэттрип это Полная жизнь Только когда у меня совсем Один Половинка красного сердца Потому что он все еще написан Бэттрип PHD Окей Бэттрип вообще Должен был превратиться Не в боссов стил А в полную жизнь Наверное Я не понимаю эту игру Но в любом случае Боссов стил Это тоже хорошо Эта фиговина Это тоже хорошо Получение удачи Это вообще очень хорошо Ну блин Где мне теперь получать урон? Ладно Я возьму маску Сколько у меня пауков Ну Блин Как-то удачнее чувствуется Ну ладно Это зарядило Мой Д6 Черт Ну ладно Повышение жизни Это хорошо Это не очень хорошо И это тоже не очень хорошо И я не смогу Это уже зареролить Ладно Он бегает по уровню И враги на него агрятся Вместо меня Бомба Эта ключа Мне ничего не дает И зареролить Мне больше нечего Но мне и не надо Окей Красная нога Красная нога Это только нога Без врагов И она упала На кучу пауков Хороший план Отличный просто план Негатив И Я не думал Что я получу Диабел Потому что я получал урон От шипов Возможно шипы не считаются Не знаю Но реролить я это не могу Если бы я не убил Костры Я мог бы это реролить Хотя стоп Я могу использовать бомбы Это долго Это тратит Кучу моей жизни И бомбы наносит По полному сердцу Но все-таки Да Повышение урона Плюс два синих сердца Вполне Ну и вниз Форьет меня Я все-таки не стал брать Потому что Я не хочу терять до 6 А мне придется терять до 6 Если я захочу Взять этот предмет Наверное босс через низ Хотя тут Не поймешь никогда А стоп Это фиговина Которая дает Деньги из всех камней Да Это фиговина Которая дает деньги Из всех камней Окей Мне нужно найти комнату С кучей камней И взорвать их там все Но пока что Я оставлю себе ключ Потому что больше ключа И больше сундуков Если он так работает Это полезно Из-за сундуков Ну все Здесь уже нет комнат С предметами Так что можно просто Бежать до босса А черт Тут еще что-то есть В этой комнате Удивительно Можно бежать до босса И игнорить все Комнат с кучей Ко мне видимо не будет Сегодня Никогда и нигде Фулан Ну это предмет Из полу-дьява Да умрите уже оба Нет О ужас Что это за комната Зачем она существует Я не знаю Зачем она существует Я ненавижу Уберинт Я мог бы зарядить Д6 Просто поюзов машину Которая тратит мою жизнь Потому что Сердец на уровне Хватает Но пофиг Я заодно ищу Комнату с кучей камней И вот это вот Вполне подходит Наверное Возможно будет Более хороший вариант Где-нибудь Черт Не могу до этого добраться Эмм А Понятно Пока Рерол есть Можно пойти Переролить Еще раз Босса Потому что Мне не нравится Что он дропнул А все еще не нравится Что он дропнул Он тратит полные сердца Это нехорошо Стоп Негатив работает На такой жизни Правильно Потому что Негатив он Когда у меня Остается Половинка красного сердца При каждом получении урона Он дамажит всех в комнате И вроде как Он работает При такой жизни То есть Когда у меня есть Синие сердца Ну судя по звуку По крайней мере Так что Возможно Это план Но хотя Вряд ли Это мне тоже Не очень нужно Когда-нибудь Оно зареролится Во что-нибудь полезное Этого не хватит Ладно Я пойду Взорву Все А блин Пойду Взорву Все камни Вот здесь Чтобы получить Немножко денег Ну теперь у меня Точно должен быть Максимум денег Ну максимум Урона От денег Где был ключ Я ничего не понял Ну ладно Не важно Пойнк из сердца Здесь есть Окей Все статы Я свалю Отсюда Пофиг на все Да у меня мало жизни Ну неполная жизнь Но я скорее всего Смогу набрать Проклятие слепоты Я не буду видеть предметы Вроде бы да Это нехорошо Но с другой стороны Здесь Босс не дропает предмет Так что Мне негде видеть предметы Кроме возможно Вот этой комнаты И рандомных дропов Нет В этой комнате Просто куча денег И повешенный торговец Который ничего не дропнет Ну ладно Босс так близко? Нет Естественно нет Босс так близко Но Но далеко Потому что Пройти придется Через весь уровень Окей Сердец бы Не половинок Целых сердец Половинки мне совсем не помогают Д6 заряжен Но с ним нечего делать Ну две половинки Это целое сердце Я хочу оставить себе половину Чтобы негатив срабатывал Но это В принципе уже не важно Отливс Почему я Почему на этом бойся Сполнить не в середине По-моему в оригинале Я сполнюсь в середине Всегда Из-за того С какой стороны я захожу А точно Все стреляет По моему этому Миньону Который Который танкует Хочу ли я еще что-то делать На этом уровне Немножко Комнат с проклятием Мне немного интересно И возможно еще Сердца мне немного интересно Это таблетка Это не сердца Хотя это таблетка Открывающая все секреты Так что она мне тоже Интересна Так Можно ли получить Два волшебных гриба В одном районе Скорее всего нет Окей Это мне тоже Довольно интересно Два синих сердца И повышение удачи И я все еще Таскаю с собой бомбы Это ключи Не знаю зачем Черт Тут можно пройти По диагонали Не получая урона Но у меня это Никогда не получается Жрица Это нога Ключи Это ключи Сердца Это хорошо Как раз Сколько мне нужно Эту карту Я смогу подобрать Через низ Дробнее предмет уже Это не предмет Это предмет Но я не знаю что это Ладно Нет это не то что мне нужно Колесо фортуны И Темперанс Нет Это все мне не очень нужно Черт Ну ладно Ничего не поделать Тут все уже Дамажит по полному сердцу Включая Как она называется Темперанс Машина Левая рука Красные сундуки Вместо Любых других сундуков Не очень мне интересно Хотя я мог бы ее взять На один уровень Потому что После этого уровня Отсутствие карты Мешает После этого уровня Оно Абсолютно не очень интересно Потому что там Сундуки дропают Предметы А красные сундуки Не дропают предметы Но на этом уровне Она могла бы быть полезным Аб Блин Ну ладно Почему нет карты Почему боссы повсюду По 4 штуки Ну ладно Хотя бы это легкие боссы Но все равно Они по 4 штуки Окей Сила Повышение всех стартов На одну комнату По сути Волшебный гриб Это мне не интересно Сила наверное лучше Чем жрица Возможно стоило взорвать дверь Скорее всего Стоило взорвать дверь Но сейчас я уже Половину врагов убил Просто потому что Взорвать дверь Было бы сильно быстрее Чем убивать здесь все Но Но зато если убивать здесь все То я получу кучу сундуков Которые Бессмысленны Стоило взорвать дверь Стоило взорвать дверь К сожалению здесь он не дропает предмет из полу дьявола Если бы он дропал предмет из полу дьявола Он был бы намного полезнее Но увы Рыцари Ну и эта комната Перед боссом Так что рыцарей придется убивать Ну ладно Ну окей Вовремя Вовремя Готово Я в принципе применю силу Ау Ау Ну хотя бы он уже умер Почему там? Мне всегда казалось Что его ноги должны на меня наводиться А не рандомно падать А точно потому что у меня вот этот вот бомж На которого они наводите вместо меня Окей бомж Внезапно стал одним из худших предметов в игре Окей У меня одно сердце Это супер хреново Я хотя бы посмотрю на этот уровень Я скорее всего не пройду с одним сердцем Хотя здесь должно быть Как и в сундуке Четыре сундука со старта Темная комната Четыре красных сундука Со старта На самом деле оно стоит всего одно сердце Потому что я могу применить эту библию И получить черное сердце И полет Ну ладно Красные сундуки это нехорошо Хотя из них падают синие сердца Это немножко более хорошо Чтобы сюда попасть Нужно взорвать две статуи ангела В одном ране То есть нужно получить Комнаты с ангелом И взорвать их И две подряд нужно Ну не две подряд Не обязательно в соседних На соседних этажах Но просто их нужно две за один ранд получить Это довольно сложно И такая же дверь будет в сундуке И там секретный финальный босс В общем Все стандартно Да И да Возможно у меня есть шанс Я не знаю что здесь за босс Так что скорее всего у меня шансов все таки нет Ну посмотрим Ау Я ненавижу этих невидимок Особенно когда они вот так вот спавнятся Что от них некуда уворачиваться Технология и Ярость? Или не аниме Технология? Да Лазер Тройной лазер Паук который спавнит других пауков Нет спасибо Возможно зря я технологию взял ДПС у меня от этого по-моему упал Но это весело Так что я не против Возможно даже ДПС у меня от этого не сильно упал Скорострельности маловато Это небольшая проблема Но кроме этого все нормально То есть все таки несмотря на то что здесь Красные сынуки из них довольно часто дропаются предметы Причем не только те предметы которые В нормальной ситуации из красных сынуков дропаются Так что это Довольно неплохо все таки А ядовитые бомбы Стоп это ядовитые бомбы Да Это ядовитые бомбы Ладно пусть будут Плюс пять бомб Плюс делает мои бомбы ядовитыми Это может быть чем-то полезным Куча сердца тоже может быть чем-то полезным Ну это очень легко И я могу вернуться и зареролить что-нибудь где-нибудь Нет не здесь Рикошет от стен Нет Окей Ну и там естественно не может быть секретки Может быть здесь Да Это жадность Он может дропнуть предмет Так что я Не против Но он не дропнул предмет Так что я против Ладно Сколько их Два или там еще один справа Скорее всего там надо Еще один справа Печально Но хотя бы они довольно дохлые С моим трейнерным лазером Оу как далеко босс Почему я не посмотрел Где босс вообще на карте Почему я забыл что у меня есть Карта Компас точнее Ну хотя бы у меня есть что реролить Так что это Не критично Когда они были застаканы Это было немножко более удобно Мне не нравится этот бомж Который за мной бегает И мешает мне А что за черный шар Я не помню Или не знаю А Я оставляю за собой Теперь не только слезы Но и Замедляю еще Полосу Д10 реролит врагов В комнате Может быть чем-то интересным Ну я пожалуй Д6 пока что оставлю На боссов естественно не работает Окей Минус 1 Минус 2 На этом уровне Я не против этих боссов Даже двойных Они умирают там Не знаю С 4 выстрелов А Да Замедление видимо Не только за мной остается Но еще и замедляющая атака У меня появляется Это хорошо Я не жалею Что я подобрал этот предмет Замедляющая атака Это очень хорошо Я могу быть снизу И дамажить их обоих Что я делаю Что меня задамажило Нет и нет Да Мега слезы Куча урона И это не повлияло На мою скорострельность Возможно оно не работает С лазером Не уверен Я надеюсь Он работает с лазером Потому что я хочу Кучу урона Но пока что Не особенно ясно Вроде как работает Я быстро убиваю Все Но хрен его знает О нет Слишком много всего Окей Это пройдет весь уровень Почему нет Потому что Два фолана Наверное Да блин Под замедлением Они напрягают Немного Своим этим чарджем Потому что Он у них Мгновенно заканчивается И это не хорошо Так Половинка сердца Здесь Половинка сердца Здесь Внизу были предметы Половинка сердца Здесь Еще куча урона И Половинка сердца Здесь Но я не успею Зарядить еще раз До 6 Ну хрен с ним Это было быстро И так 99 денег Это тоже было быстро Ну окей Посмотрим Что здесь за босс Я его ни разу не видел И это Окей Оно летает Оно стреляет Взрывающимися Черными бомбами Оно стреляет Взрывающимися Красными бомбами Оно стреляет С умновляющимися Выстрелами По спирали Оно дропает Хрень Которая тоже Чем-то стреляет Темнота Это может Их обоих Или нет 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 видимо Я уже убил Одного Я не могу От этого Уворачиваться Когда Оно в углу Ну Готово Окей С первого раза Но у меня конечно Очень имбывый рен С огромной кучей урона Я пойду Я пойду и Зареролю еще Один предмет Один раз Потому что я могу О да Абсолютно Бессмысленный предмет Стоп Что Что тут Почему оно Подсвечено на карте А потому что Я не подобрал ключ Ну окей Айзек все еще Читерский И последняя концовка Последняя ли концовка Не знаю И что я за это получил Что-то я за это получил И золотой блок Ачивка Ну Ладно Это не важно Я надеюсь вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Вайми Пока